В День молодежи в органном зале губернаторской премии за активную деятельность в сфере молодежной политики отметили самых инициативных омичей. Заместитель председателя регионального правительства Владимир Куприянов вручил награду лауреатам. Ими стали представитель экологического центра Наталья Князева, руководитель волонтерского отряда Омского колледжа профессиональных технологий Анастасия Миносян, представитель регионального отделения Руссоюзпаса Руслан Сизонов, директор центра по работе с детьми и молодежью Нововаршавского района Наталья Чепурко, преподаватель-организатор Краснознаменской школы Николай Лузин и инженер штаба Омского областного студенческого отряда Евгения Семиренко. Я являюсь непосредственно учителем, и поэтому в основном вся моя работа это с детьми. И соответственно наши достижения сыграли свою роль, потому что мы активно участвуем в военно-патриотических мероприятиях, являемся победителями областных турниров. Насколько приятно, насколько важно для вас получить благодарность? Очень приятно, потому что действительно оценена работа, работа плодотворная, я считаю. Ну, приятно. Я занимаюсь общественной деятельностью уже около 10 лет, и вот именно 2018 год стал для меня, я бы сказала, переломный. Я взяла для себя, точнее открыла для себя новое направление. Это не студенческие отряды, а школьные трудовые отряды. И вот уже на протяжении полутора лет мы с ребятами школьного возраста создаем нашу молодежную политику. Поэтому для меня это не только заслуга в плане моих возможностей, которые я региону представляю, но и обеспечение возможностей для ребят, которые уже завтра будут творить у нас молодежную политику. На торжественном мероприятии также отметили руководители и специалистов центров по работе с молодежью и учебных заведений, волонтеров и студотрядовцев. Им вручили почетные грамоты правительства Омской области и губернатора региона, а также благодарственные письма Федерального агентства по делам молодежи и регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. Мы случайно отмечены на федеральном уровне и по итогам 2018 года входим в десятку регионов, в которых все молодежные направления развиваются в положительной динамике. Я считаю, что это достижение всего коллектива и нашего управления молодежной политикой. Но прежде всего это достижение тех людей, которые работают в общественных организациях молодежной направленности, которые работают в муниципалитетах в сфере молодежной политики. Это очень важно и этим людям я очень благодарен. В прошлом году глава региона Александр Бурков увеличил молодежную премию, теперь ее размер составляет 50 тысяч рублей. Напомним, престижная губернаторская премия присуждается за высокое профессиональное мастерство и активное участие в реализации государственной молодежной политики.